Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь на нашем новом объекте, на котором мы делаем монтаж фасадных панелей. У нас есть вот такой замечательный дом, дом из пустотелого кирпича, на котором мы делаем утепление 50 мм по деревянному каркасу из минеральной ваты. Тут мы утеплили стену, обрешетку еще не сделали. Здесь у нас уже подготовлена поверхность под монтаж фасадных панелей. Начали монтировать цокольные панели. Здесь у нас кирпичная стена. Сейчас я ребят попросил, чтобы они пришили пару брусков. Хочу вам показать, как мы монтируем обрешетку к пустотелому кирпичу, с помощью какого-то крепежа. Дальше я вам покажу некоторые моменты по монтажу самих фасадных панелей и в чем нюанс вот этой вертикальной обрешетки. Вертикальную обрешетку мы монтируем по новой инструкции по монтажу, которую нам предоставил производитель. Там есть некоторые изменения по сравнению с тем, что мы делали раньше. Скорее всего, теперь мы будем делать все время по такой схеме. Видите, идет часто двойная обрешетка. Эту двойную обрешетку мы делаем неспроста, поэтому сейчас все вам постепенно буду показывать. У нас есть вот такие вот саморезы, вот коробка Sormat, специальный такой как бы дюбель-гвоздь, такой вот саморез с такой вот интересной шляпкой. Она идет и под биту Т-40 и под шестигранник. Вот такой вот дюбель. Это универсальный фасадный крепеж, для того, чтобы можно было его монтировать в любую там пустотелый, полнотелый кирпич. Потому что у нас, ну по факту, если взять вот этот кирпич, он где-то пустотелый, где-то полнотелый. Особо, чтобы сильно там не заморачиваться, мы прямо в кирпич. В кирпиче сверлим дырку и закручиваем туда саморез. Сейчас вам покажем процесс. Что мы делаем? Мы просто рассверливаем вот эти дырки в тех местах, где будем монтировать крепеж. Дальше берем перфоратор. Перфоратором сверлим кирпич. Там тоже дырку давай просверлим. Забиваем дюбеля. Дальше закручиваем у нас вот шуруповерт, битая на 13 и закручиваем. Дальше вот этот. Все, теперь этот брусок его не оторвать. Очень как бы надежно получается. Мы вот частично его тут тоже уже прикрутили. Вот, соответственно, потом ребята тут докручивают и все. Дальше у нас идет вот такой вот шаблон, на который мы ставим брусок. Сколько он у тебя здесь? 59. 59, да? Потому что утеплитель у нас другой, да? Не тот, который мы обычно используем. Да. Техноникольевский, да? Тут мы используем каменную вату технониколь. Там у него ширина плиты 60. Значит, шаблон у нас идет 59 сантиметров. Дальше берется вот такой вот брусок, ставится сверху. И по такому же принципу сверлятся дырки и прикручиваются вот на такие саморезы об решетках. Вот так вот у нас вблизи выглядят цокольные панели. Высоту цоколя мы согласовываем с заказчиком. Если посмотреть, вот здесь вот мы прикручиваем саморезы с пресс-шайбой. Острые. Видно, что у нас есть люфт. По монтажу сейчас вам буду показывать дальше некоторые нюансы. Здесь вот у нас из того, что у участка идет уклон, мы вставляем металлический дипрофиль. Снизу у нас идет вот такая уж дополнительная планка, которая закрывает зазор. Вот отсюда, если ее посмотреть, то это выглядит вот таким вот образом. Обычно такой уголок, мы специально его сгибаем вот так вот, потому что отмостка у нас может ходить. Соответственно, она будет сгибаться вот в этом месте. То есть вот эта часть у нас будет оставаться, а вот эта часть будет туда-сюда ходить. Вот он же профиль. Вот так вот у нас выглядит цоколь. Дальше мы отсюда отступаем 2 сантиметра. Для того, чтобы между цокольным отливом и цокольной панелью был 2 сантиметра зазор, отсюда будет заходить воздух и попадать в вентилируемое пространство. У нас идет такая вот двойная обрешетка, но про нее я буду говорить дальше. В качестве выравнивания деревянной обрешетки мы используем вот такие вот дистанционные саморезы. Обычно мы используем вот такой саморез 6х100. В данном случае из-за того, что кирпичная стена, и она более-менее ровная, мы используем вот такой вот саморез 6х70. То есть 70 миллиметров нам достаточно для того, чтобы на необходимое расстояние выдвинуть доску и сделать обрешетку ровной в плоскости. Вот так вот это выглядит на такое вот расстояние. Мы отодвигаем нашу обрешетку деревянную от утепленной стены. Сейчас, подожди, опускай. Здесь вот ребята натянули нитку. Расстояние от края панели до этой нитки 4 сантиметра. Если посмотреть вот на этот отлив, у него есть два загиба. Вот этот загиб, сколько тут? Сантиметра три примерно получается. Может быть, три с половиной. Вот эта часть у нас два сантиметра. Углы у нас идут 90 градусов. Соответственно, если у нас вот эта два сантиметра кромка, и мы ставим отлив по вот этой нитке, то у нас получается вот есть обязательно зазор, через который заходит воздух. Ты его немного выпускай сюда, чтобы потом можно было загнуть так. Вот. Вот этот вот зазор у нас есть для того, чтобы воздух у нас сюда заходил в вентилируемый зазор и поднимался вверх. На втором отливе они сразу обрезают вот этот уголочек, чтобы у нас, когда мы будем делать нахлёст, нормально отлив вставал в отлив. Вот наша цокольная панель, у которой есть овальные отверстия сверху панели. Есть вот такие вот отверстия, которые идут сбоку панели. Они тоже овальные, но они идут перпендикулярно вот этим. Если эту панель перевернуть в обратную сторону, то у панели есть вот такие вот крючки. Есть вот такая вот стартовая планка, которая делается из зацинкованного металла. Если мы эту стартовую планку сейчас одеем. Одета, нет? Одета. Так, все. Мы грубо одели мы эту стартовую планку на панель. У нас есть вот это вот расстояние, которое равняется одному сантиметру. И это нам нужно учитывать. Приступаем к монтажу стартовой планки. Ребята натянули еще одну нитку. Так, чтобы у нас один сантиметр был зазор. Также прикручиваем как отлив. Сейчас мы тоже несколько стартовых планок прикрутим, чтобы можно было показать вам небольшой участок по монтажу панели и по нюансу шаговой обрешетки. Если посмотреть вот на этот участок, то у нас стартовая планка доходит не до края доски, а доходит вот до этого места. Это неспроста. Потому что у нас есть вот такой вот угловой элемент. Если посмотреть вот так вот. Я сейчас примерно его поставлю, да? Если посмотреть вот на этот угловой элемент, то он у нас идет сверху. После того, как мы смонтировали фасадные панели, примерно, видите, там где стартовая. Сейчас я так образно его поставил. Вот. То есть мы спроводилом цокольные панели. Чтобы нам стартовая планка не мешала потом установить угловой элемент, мы отодвигаем вот на это расстояние. У углового элемента есть свой стартовый угол. Одень его, пожалуйста, покажи. Вот так вот это смотрится. Мы должны поставить, ну, прикрутить к решетке вот этот стартовый угол. Посмотрите его с другой стороны. Вот так вот он выглядит. Прикрутили стартовый угол. Потом поставили в него, в нижнюю часть, отделе угловой элемент. И дальше у нас угловой элемент вставляется в друг дружу. Сейчас мы начинаем монтировать сами фасадные панели. Вот такие вот они белые практически. На панели у нас есть вот такой вот замок. Когда мы устанавливаем первую боковую панель, нам нужно обрезать вот эти вот зубцы. Режем мы обычной болгаркой. Диск по разрушению. Так, начинаем монтировать панель. Тут мы смотрим, она у нас входит в стартовую планку. Дальше нам нужно будет ее немножко сюда сдвинуть. Так, чтобы потом уже было нормально установить угловой элемент. Что, будешь двигать? Да. Недалеко? Поставил, да? Дальше мы начинаем прикручивать нашу обрешетку самореза. Овальное отверстие, так, чтобы у нас был небольшой люк. Туда и сюда. Да. Да. Когда мы вставляем вот эту вторую панель в первую, да, у нас есть вот этот зазор, и он должен примерно совпадать вот с этим, чтобы у нас кладка получилась хорошая. И край. Мы закручиваем саморез. Чуть-чуть с небольшим люфтом. Сильно не затягиваем так, чтобы был небольшой люфт. Опять же в овальное отверстие. Вставляем следующую панель. Поправили панель и начинаем закручивать. Поправили панель. Поправили панель. Согласно новой инструкции по монтажу фасадных панелей Дёки, если мы делаем только вертикальную обрешетку, то у нас панель должна прикручиваться в минимум в четырех местах сверху. Вот одна панель. Берем с вами раз, два, три, четыре и обязательно в овальное отверстие, которое идет вот в этом замке. Раз, два, три, четыре и в овальное отверстие. Здесь раз, два, три, четыре и в овальное отверстие. Поэтому у нас здесь, чтобы нам по краям прикрутить панель, должна идти двойная обрешетка. Потому что если мы будем делать одинарную, тогда вот эту панель, которую мы сейчас будем вставлять, вот здесь сюда, видите, она как бы не будет прикручена. Получается, у нас в трех местах только будет. Это уже будет не по новой инструкции. Раньше мы так не делали. Теперь вот есть новая инструкция. Будем делать только по новой инструкции. Ну, для тех людей, которые хотят, чтобы у них было все качественно. Дальше. Какой нюанс в монтаже панели? Вот эти стыки, которые у нас будут. Мы второй ряд должны этот стык сместить. Поэтому мы делаем еще одну двойную обрешетку. Потому что мы знаем, что следующий стык у нас будет здесь вот идти. Потом через метр десять вот здесь вот идти. Через метр десять вот здесь вот идти. Поэтому у нас получается. Идет двойная обрешетка. Одинарная. Потом двойная, двойная, одинарная. Двойная, двойная, одинарная. Только потому, что у нас стыки, которые идут в панели, мы их должны смещать. Чтобы это было максимально качественно. И по рисунку панелей, чтобы рисунок не повторялся. И по качеству. Если стыки будут в разных местах, это будет смотреться более интересно. Поэтому сейчас кусок панели отрезаем. И стыковать ее будем в этом месте. Прочертили линию. То же самое берем болгарку, диск по бетону и начинаем резать. Топ. Дальше. Дальше. Ставим кусок панели отрезать. панели вот у нас здесь двойная обрешетка соответственно прикручиваем так как у нас эта панель короче мы будем прикручивать трех местах сюда урву также делаем небольшой зазор чтобы у нас вот этот зазор был примерно с этим зазором одинаково и прикручиваем прикручиваем панели вот это место вот так вот происходит монтаж по новой инструкции монтажу производители панели деки вот такая вот у нас интересная получается кладка вот новый нюанс по монтажу обрешетки теперь мы должны делать двойную обрешетку очень часто но либо сразу брать доску там 20 сантиметров либо брать двойную обрешетку вот такой вот и монтировать панели вот таким вот образом так что у нас стыки они были смещенные чтобы у нас панели закручивала но одна панель закручивалась там в шести местах как вот собственно говоря мы и делал у нас получается раз два три четыре самореза сверху и два самореза сбоку вот такая вот красивая красивая кладка получается из фасадных панелей деки штайн вот так вот снизу смотрится цокольные панели дальше у нас идет отлив снизу у нас вот такая вот планка g-профиль и белые панели по-моему очень симпатично смотрится в следующих роликах я покажу вам полностью как этот объект выглядит уже когда мы будем его заканчивать сейчас это пока вот в таком вот виде